Здарова народ с вами снова я Макс и в сегодняшнем видеоролике я расскажу о том как я из Папье Маше буду делать снеговика Олафа из мультика Холодное Сердце. Так как Новый Год уже набирает обороты, скоро нам придет праздник, я решил сделать подарок для детского садика. Веселые ребята. Твою мать! Конечно начало не очень у меня, все пошло как-то не так, но потом все встало на свои места и... С немножечко приобретенным опытом, как это все делать, начал процесс изготовления снеговика. В принципе, что для этого нам понадобится? Сама бумага, клей ПВА, немножечко прямые руки, но это самое главное, наверное, что понадобится. Термопистолет, в конце шпаклевка по дереву, любая, непринципиально краска. И, если есть, конечно, у кого-то фен строительный или обычный для сушки, слоев, которые мы будем накладывать раз за разом. Значит, в принципе, тут ничего сложного нету, можно сказать, начиная все с самого начала. Делал я это в первый раз, такой мой первый опыт будет работать с папье-маше. Особо я к нему не подходил, не сталкивался, ну вот в итоге решил сделать. Значит, по поводу детского садика, в принципе, родители не обязывали, но просто спросили и сказали, кто может сделать что-нибудь типа от себя, из бросовых материалов, что-нибудь в подарок детям. Ну, и я, конечно, согласился на это дело, все подписался, но, как потом выяснилось, мне жена сказала, что там будет проводиться конкурс. Эти поделки будут выставляться сначала в детском садике, потом повезут на область их самые лучшие. Ну, уже, как говорится, процесс пошел, уже смысла не было останавливаться. Конечно, все сроки я, как обычно, пропустил, потому что, во-первых, когда первые слои накладывал папье-маше, они высыхали долго, где-то в течение двух дней. Вот, голова у меня высыхала. Я еще строительный фен тогда не использовал, это уже, как бы, потом у меня что-то, как говорится, наступил инсайт, блеснуло в голове, я думаю, что, стоп, у меня же есть строительный фен, и можно делать им все, ускорять процесс, вот, и дело понеслось уже быстрее. Потратил где-то я на все это две недели. Ну, я не фанатично делал, конечно, все это прям вот, как некоторые прям садятся и прям с самого утра до самого вечера начинают работать. Нет, пару часов, там, час где-то, ну, сколько по времени, где-то пропустил день, где-то там какие-то другие были дела. Полигонечку-полигонечку все это делал, как говорится, вот, результат вы в дальнейшем увидите. По максимуму попытался приблизиться ко всему этому, но так как еще форм определенных не было, там, формы головы, все делал из воздушных шариков, потому что еще и сроки поджимали. Мне надо было все это успеть сделать именно к срокам. Я старался, но все равно я опоздал, в принципе. Ну, и по большому счету я особо не разочарован. Сильно очень во всем этом деле мне помогла туалетная бумага, как ни странно, потому что вот формирование носа, формирование верхней части губы, ног, вот этих его, ну, где он, на чем он будет крепиться основание, там надо было делать что-то быстрое, сохнущее такое, и чтобы мощно заполняло все эти пустоты пространства. И вот в этом помогла мне именно туалетная бумага. Берите на заметку. Очень интересная такая вещь. Да, она будет сохнуть где-то в районе двух-трех дней, потому что слой большой. Еще такой маленький нюанс хочу обратить внимание на то, что я сначала взял краску с баллончика белую, автомобильную. Вот. Начал ей красить, но на будущее тем, кто будет, может быть, этим заниматься вопросом, значит, хочу что сказать, краска очень плохо ложится, вот эта белая, очень плохо ложится на шпаклевку по дереву. Шпаклевку использовал сосну, какая у меня была, в принципе, это не принципиально. Потом все это шкуркой зачистил. Надо было проходить, конечно, в несколько этапов шпаклевкой, потому что первый раз я вот наложил, затер шкуркой, все равно образовывались впадины, раковины. Надо по-хорошему, но так как я все-таки старался попасть в сроки, ну, немножечко подзатянул этот процесс, потом уже плюнул, думал, да ладно, никаких конкурсов мне не надо, как есть, так есть. Но уже тоже просто уже обещал к определенному числу сдать его, и у меня уже потом не представилась возможность сделать второй-третий слой шпаклевки, наносить, чтобы он был более гладкий, более аккуратный. Ну и в итоге все, потом покрасил это в обычный белый цвет, быстро сохнущей краски, я вот брал для батареи специально, она без запаха и застывает быстро в течение двух часов, через два часа уже можно наносить второй слой смело. И все это покрасил клеевым пистолетом на определенные моменты сделал, прикрепил руки, значит, сделал ему вот эти вот угольки, которые у него на теле располагаются, ну и волосы, которые вот, три волосяные у него есть на голове, вот их тоже прикрепил с помощью них. Ну, в принципе, все, что тут особо рассказывать, нечего. Нюансы бы какие я отметил, это уже, конечно, каждому на заметку, кто будет смотреть, пробовать, берите, пробуйте, делайте, все у вас получится. В принципе, всем, всех с наступающим праздником нового года, и всем удачи, и пока. С вами был Макс. С уходящим годом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok